Сегодня брестские пограничники дали старт эстафете победы, которая в течение четырех месяцев пройдет вдоль внешних границ стран-участниц Содружества Независимых Государств. Место старта выбрано не случайно. Первыми в июне 41-го в бой с немецко-фашистскими захватчиками вступили воины брестского пограничного отряда, многие из которых погибли в первые часы войны. Всего на плиты мемориала занесены имена 277 защитников крепости, в их числе 33 пограничника и 5 членов их семей. Символично, что мероприятие проходит у памятника, который увековечил подвиг стражей границы. У скриптурной композиции героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертии шагнувшим, собравшиеся возложили венки почти в память погибших в годы войны защитников. Сегодняшнее мероприятие – это символ мужества, отваги нашим дедам, отцам, которые отдали свою жизнь за то, чтобы мы сегодня могли в мирной жизни строить дома, воспитывать детей. И эстафета победы вдоль внешних границ государственных участников Содружества – это фактически эстафета вдоль границ бывшего Советского Союза. Она символизирует непосредственно наши отношения к тем поколениям, которые отстояли мир и покой. В мероприятии приняли участие пограничники, представители органов власти, школьники, горожане, ветераны. Я участвовал в первой эстафете, которая была посвящена 20-летию начала Великой Отечественной войны, это 1961 год. Но тогда мы эстафеты, я ни одной эстафеты не пропустил. И сегодня я горжусь тем, что участвую в этой эстафете, которая посвящена 75-летию победы нашего советского народа в годы Великой Отечественной войны. Генерал-полковник Александр Манилов вручил старшему эстафетной группы символ эстафеты, после чего был отдан приказ начать движение по маршруту вдоль государственной границы. С данным символом мы проведем все подразделения органов пограничной службы, посетим каждую именную подразделение, каждую именную пограничную заставу, встретимся с личным составом, встретимся с местным населением, рассказываем о буднях, о боевых днях органов пограничной службы, проведем уроки мужества. В состав эстафетной группы входит как офицер государственного пограничного комитета, также и ветераны органов пограничной службы, где они поделятся с подрастающим поколением военнослужащих, с молодежью, расскажут о своих боевых буднях в то время, когда они проходили службу. К слову, стартовала эстафета одновременно в двух городах – Бресте и Российском Мурманске. Далее она пройдет по территории девяти стран. Завершится эстафета 28 мая в Москве на Поклонной горе.